Дорогие зрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам? Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке, молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Я ставил цель, когда готовился к проповеди. Почему-то у меня положилось на сердце, что я могу сказать людям, верующим сегодня, именно с целью вдохновить. С целью вдохновить нашу веру. И я вспомнил вот этот замечательный эпизод в жизни учеников, в жизни Иисуса Христа. Он часто цитируется в церкви, очень знаком вам, чтобы наша вера сегодня, она укреплялась и возрастала. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Библия говорит, что все возможно Богу и все возможно верующим. Если говорить языком математики, все возможно Богу равняется все возможно верующим. То есть Бог ничего не делает без веры. Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Бог ищет веру. Это Его. Это Он вкладывает в наши сердца. Поэтому я хотел бы, чтобы наша вера сегодня воспряла. Может быть, кто-то сегодня переживает тяжелое уныние. Итак, читаю эту историю из Марка, 4 главе. Вечером того дня, 35 стих. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собой, как Он был в лодке. С Ним были и другие лодки. Поднялась великая буря. Волны били в лодку. Так что она уже наполнялась водой. А Он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят Ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, Он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». Ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. И говорили между собой, кто сей, что и ветер, и море повинуется Ему. На протяжении всего дня до этого Иисус Христос, Он учил, Он проповедовал. Это был тяжелый день. Это был день труда. И скорее всего, сделаю такое небольшое отступление, что та лодка, в которой Он учил, которая Ему была предоставлена, Он потом уже в ней и отправился на ту сторону, понуждая к этому учеников. То есть Иисус учил, проповедовал, трудился. Это очень тяжелый труд, особенно если это делать несколько дней подряд, с утра до вечера. То есть Он расточал себя, Он раздавал себя, Он тратил себя. И вот что может быть концом такого утомительного труда? Конечно же, хочется отдохнуть, прилечь. Отдохнуть, так знаете, прилечь на кровати, отдохнуть, отвлечься от всего. Но оказывается, что концом часто таких трудов бывает еще буря, которую нужно тоже пережить. И вот, казалось бы, присутствие Иисуса Христа в лодке. Представьте себе такой образ, что лодка – это наша с вами жизнь. Куда мы пригласили нашего Господа? Он там, в нашей жизни, Он есть. Мы живем с Ним. Мы общаемся с Ним, мы молимся к Нему. Наша жизнь в Его руках. И вот, казалось бы, вот это присутствие Господа в лодке, оно должно было обеспечить благоприятную погоду, хорошую погоду. Но мы видим здесь, что Он уснул. Такая странная вещь. Он уснул в этой лодке. Он спит. Там, где находится кормчий, там, где находится главный на лодке, тот, который смотрящий вперед, тот, который направляет эту лодку, Он уснул. Он спит. Знаете, друзья, в нашей жизни так часто бывает, что кажется, что у Бога нет до нас дела. Нас штормит, нам плохо, нам тяжело, мы в опасности, и нам кажется, что Он уснул. Лодка, в которой находится Христос, вообще-то часто подвержена опасности. Иисус говорил, Он честно говорил, заявлял, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Он предупреждал о тех трудностях, которые человек столкнется, следуя за Господом, служа ему. Те, которые несут Евангелие, часто подвергаются серьезной опасности. Те, которые пребывают с Ним, они испытывают трудности, скорби. Но, друзья, мы должны помнить, что та лодка, которая была предоставлена Ему, та жизнь, которая была предоставлена Ему, она все-таки находится в безопасности. Хотя и штормит, хотя и буря, хотя трудности, хотя и скорби, но в целом, если посмотреть на нашу жизнь как картину в целом, она все-таки в безопасности. Так или нет? Как говорится, как сегодня часто звучит на устах многих людей, кому сейчас легко? Люди часто приходят, жалуются на жизнь и говорят, кому сейчас легко? Вы знаете, как-то недавно братья меня позвали порыбачить. Мы поехали на целый день, отплыли так, что далеко, что берега не видно. Поднялись волны. Ну, я бы не сказал, что такие опасные волны для этой лодки, которой мы были, для этого катера, но моталось сильно так, что мне начало тошнить, голова болит. Я вспомнил вот эти события. А там не просто, знаете, качка была такая, там не просто тошнило, там не просто... А там была угроза жизни, там лодка наполнялась водой, там было такое черное небо, там были такие страшные волны, там не было видно берега, там не было видно... То есть из учеников многие были рыбаки. Они переживали много раз шторм. Но, представляете, здесь они поняли, что это уже все. Если это просто конец. Они как рыбаки, как люди серьезные, они понимали, что это уже все. Край. Так штормило. И вот, казалось бы, ученики были с Господом. Они уже знали Господа. Они уже не были новообращенными людьми, или, знаете, новичками. Но почему-то их вера должна была быть испытана в этом. Потому что мы знаем, что Господь знал о том, что их ждет эта буря. Но Господь спит, в нем мир, в нем покой. После труда Он спит. Хотя штормит, хотя бросает. А Он спит. Никогда не гордись теми доспехами, которые у тебя есть, если они не испытаны. Никогда не хвались той любовью, которую ты считаешь, что она у тебя есть, если она никогда не проявлялась. Вера, которая никогда не испытывала никакого давления, вера, которая не испытывала каких-то сложностей, это не полная вера. Это не та вера, которую Бог ожидает. Вера должна быть испытана. И вот ученики кричат, погибаем. Они взывают Богу, погибаем, кричат в отчаянии, в страхе. Они кричат, в этом крике чувствуется не просто вот их отчаяние, но укор. Неужели, Господи, Тебе нет нужды? Вот в определенном смысле, понимаете, христиан, которые вот в таком же отчаянии говорят, неужели Бог не видит, что я прохожу сегодня? Неужели, Господи, Ты не видишь, что все, я умираю? Друзья, это не ново. Сегодня вам проповедую. Ученики в лодке были в крайней опасности, и они говорят, погибаем. Знаете, в этом крике я хотел бы сказать следующее. Кто осознает свою вину и страх перед Богом, и он не видит другого выхода для себя, как прийти к нему, и вот в этом отчаянии, когда он видит, что он погибает, подчеркну, он видит, что он погибает, вот это и есть ключ ко спасению. Почему многие не взывают, погибаем? Потому что они не видят, что они погибают. Люди грешат, люди живут, грешат напропалую, они не видят, что они погибают, и они не взывают. Но когда ты увидишь, что ты погибаешь, ты воззовешь к нему. Чтобы воззвать Богу, нужно было отправиться им в море. Нужно было попасть им в что? Я уже как-то время поста молитвы говорил, что многие из нас, мы не знаем, что такое воззвать Богу. А это молитва. Иисус в однеплотистве и сильным вуплем со слезами принес нас Бог. Возвал Бог. Ходотайствовал за нас. Но все-таки у учеников была уверенность, что его присутствие, то, что он в лодке, вот эта уверенность, которая есть в твоем сердце, то, что он в моей жизни, это есть надежда. Это есть надежда. И вот, когда Иисус встал, запретил бури словом. Та сила, которая успокаивает бурю, шторм в море, она успокаивает бурю в душе. Это прерогатива Божья. Это исключительное право только его. Это только ему принадлежит. Это только он может сделать. Заметьте, Моисей, имея дело со стихией, с водой, употребил жезл. Иисус Навин, имея дело со стихией, с водой, употребил ковчег Божий. Илья, имея дело со стихией, с водой, употребил милость свою. Иисус употребил слово. Видите разницу? Моисею, Иисусу Навину, Ильи было дано. А Иисус был источником. Он употребил слово. Поэтому достаточно его слова, чтобы буря утихла и сделалась великая тишина. Достаточно его слова, чтобы шторм в душе, страхи, стихии прекратились. И вот это слово, я бы сказал, повеление буря, стихии, мы должны принять, если шторм в душе, это слово повеление от Господа, твоей стихии, твоим страхом, твоим переживанием в душе. Это слово повеление. Когда страсти кипят, когда страхи мучают, когда жизнь невыносима, и это слово утешение. Потому что какой бы ни была эта стихия, на какой бы грани мы ни находились, это его слово, оно всемогущее. Аминь. Он, если повелит, Он сделает. Я хочу вам поделиться некоторыми свидетельствами. Я уже как-то рассказывал с моей жизни, когда уже для мамы моей приготовили гроб, он был уже готов, готовились по храму, но Бог сказал ей короткую фразу, не умрешь, но будешь жить, и Он ее исцелил. Казалось бы, вот-вот, и мы уже приготовились. Знаете, когда ученики уже приготовились все в этой лодке, я помню, как мой брат, который уже тоже был на грани, это была такая ночь, тяжелая, помню, все молились, а Бог, знаете, как Давид говорил в таких обстоятельствах, вечером водворяется плач, а на утро радость. Вот так же было в жизни моего брата, а на утро радость, Бог исцелил. Я помню одного брата, Лариса Альбертовна и вот сестра Аня, должны знать, брат Гадун такой был, Вася, в Украине, и я помню, как они ехали на служение. Это был в моей памяти, это благочестивый человек, который с раннего детства был помазан, служил Господу, который настолько был искренний, сильный служитель, который просто раздавал себя, служил, и на нем было такое пророческое помазание. Я помню, как они ехали на служение на мотоцикле как-то, и выехал там грузовик со второстепенной дороги, и они разбиваются, едут на служение, как ученики в лодке едут, чтобы служить со Христом, попадая в что? Разбиваются в мотоцикле, и причем он получает такие травмы, которые были несовместимы с жизнью. У него таз был раздроблен полностью. И если вы знаете, что таз, он практически не срастается, и знаете, Господь сказал, будешь ходить прямо, не будешь хромать. Я помню эти слова. с детства он стоял за кафедрой. Господь сказал, будешь ходить прямо. Я помню, он стоял за кафедрой, братья и сестры. я вот у свидетельствую. Бог полностью его исцелил после таких тяжелых травм. Это слово наделено силой и властью. Я буду заканчивать, мы будем молиться. Хочу сказать последнее, знаете, вот ученики, когда буря утихла, тишина и написано убоялись страхом великим. Так в оригинале написано. Здесь немножко по-другому. Здесь написано убоялись страхом великим. В оригинале также. Убоялись страхом великим. Когда они кричали в отчаянии, знаете, они боялись шторма, боялись смерти. Но здесь странно. Шторма уже нет, тишина. Они убоялись. Я бы разделил их страх на две части. Первая это то, что они боялись шторма, они боялись этого ветра, они боялись этих волн. Теперь же они увидели проявление могущества, силы, которая больше той силы, которая пыталась их уничтожить. я повторюсь, они увидели силу гораздо сильнее и больше, которая проявилась тогда, когда эта сила хотела их уничтожить. у нас верующих часто возникает тяжелый вопрос, сложный вопрос. Почему, Господь, почему ты, почему в Библии так написано, не дремлет и не спит, хранящий Израиля? Да это для тех, кто думает, что он спит. Это для тех, кто сомневается в его силе. Иисус упрекнул их в маловерии и в страхе. Что вы так боязливы? Нельзя сказать, что у учеников не было веры. Была, как у многих из нас. Но страх стал сильнее. Другой страх. не тот благоговейный страх, который был потом, когда они начали бояться его, когда они увидели, что та сила, которая в нем, гораздо сильнее и страшнее той силы, которую они переживали. Вы слышите меня, друзья? Почему Библия говорит, бойтесь больше, кого нужно больше бояться? Бога. Если корабль плывет в море, настигаясь в шторм, ты спросишь, а что это установление? Корабль нарывается на рифы и разбивается. Почему так происходит? И если мы начнем рассуждать, то поймем, что вот эти рифы это Божье установление. Он творит всего. А ты спросишь, почему что произошло? Потому что Бог поднимает бури и штормы. Да, возможно, ту бурю поднял сатана, но разве не Бог допустил? Разве не Он руководит всем? И дело не в том, что по какой причине, что и как, а дело все в том, будешь ли ты взывать к Нему, когда Он твоей лодки. Потому что если бы ученики не воззвали, я допущу себе, что они бы разбились и погибли. Почему люди сегодня погибают, они не взывают и не обращаются к Богу? Почему они не обращаются к Богу, у них нет веры, что Он поможет? Возови ко мне. Библия говорит, и я отвечу тебе. Другой друг, может быть, ты не обращался, не взывал Бога? Возови к Нему, Он услышит. В твоем крике, в твоем взоре, в твоем обращении проявляется вера. Когда ты уже не можешь грипсти, когда ты уже паруса снял, а это не помогает, когда мачта уже сломана от бури, и ты уже все сделал, а тебя штормит, и лодка в опасности, возови к Нему, возови к Нему. Поэтому ученики после этой бури устрашились Его власти, устрашились в тишине, убоялись Его благости. Знаете, как те люди, которые Иону когда-то выбросили, буря утихла, и они так, так были напуганы, в такое благоговение пришли, написано, принесли жертвы Богу. Буря утихла, но они поняли, что вот, вот Он, который над бурями и над стихиями. Ты боишься бури? Ну, это естественно. Мы люди, мы боимся, нам страшно. Диагнозы, нам страшно, наши родные, близкие, наши дети, нам тяжело. Но есть Тот, кто укращает бурю. Есть Тот, Который стоит над бурями. Обратись с Нимой, мы будем молиться, давайте мы встанем, и мы помолимся, чтобы Бог сегодня касался нас, чтобы Бог сегодня изменял каждую ситуацию, чтобы те бури, они были пережитыми Тобой, чтобы они были в прошлом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня приходим к Тебе, Ты наш Господь, Ты наш Бог, Ты наше спасение, Ты наше прибежище, Ты наша сила, Ты наша крепость, и Ты наше упование. Господь, в этой молитве приходим Тебе, Дух Святой, нуждаемся в Тебе. Господь, Ты видишь наши страхи, Ты видишь наши малодушия и несовершенства, покрой нас сегодня Твоей милостью и благодатью, но мы взываем Тебе, но мы обращаемся к Тебе, нашему Богу, нашему Целителю и нашему Спасителю. Яви Твою силу и яви Твою славу, Господь, в этом собрании. Господи, на Тебя мы уповаем, ибо Ты спасение наше. Благослови, Господь, эту молитву, благослови каждого, кто сегодня нуждается в такой молитве, Господи, пусть Твоя слава, сила будут явлены могущественно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я так мечтаю о любви, о баскете в плоте, и нежные слова Твои. Я слышу каждый раз нам предложили улучшить жилищные условия и материальное положение. Нам казалось, что все получится, мы будем жить хорошо. Через некоторое время мы поняли, что нас обманули. Попали в долги, жилья лишились. Жена плакала каждый день, думала, дети наши долги будут оплачивать. Потому что это исчислялось миллионами. Мы должны были миллионы. И я понимала, что нам никогда не расплатиться с этим, что просто-напросто эти долги останутся на наших детях. Это было ужасно. Но все это еще коллекторы, представители банка, осуждение родственников. В общем, наш мир рухнул. Мы пошли к пастырам, рассказали. Когда за нас молились, и пастыра, и братья и сестры молились за нас, и пасты брали. Сами мы бы одни не справились. Это точно. Просили у Бога не материальных благ, мы просили у Бога, чтобы остаться верными ему. Случилось просто чудо. Вдруг раз, и пришел мир. Пришло прощение, прощение вот этих людей. Вроде бы, ну ничего, ситуация ведь не изменилась. Вот как были долги, так они и есть. Вот как нам казалось, что вот и дома не было, и крыши над головой, не знали, куда деваться, но мир-то пришел в сердце. В духовном мире все изменилось кардинально. А потом, через некоторое время, стало все меняться и в материальном мире. Бог устроил так, что мы сумели построить дом. Мы избавились от долгов. Избавились от долгов. Да. Ну и Бог благословил нас третьим ребенком. Мы поступали, как написано в Слове Божьем. Это наше свидетельство и наша вера в Бога. Семь лет мы жили вот в этой ситуации. Бог обратил все во благо обратил. Вся эта ситуация, мы из нее вышли в прибыль в духовном и материальном. Слава Богу, что Бог нам помог. Я так мечтаю о любви, о ласке, теплоте, и нежные слова. Так и нужно делать. Как сказано, если прощаете, значит прощайте. Бог даст силы простить. Если у нас сил нет, Бога есть. Он источник всего. Слава Богу